Уважаемые коллеги, к сожалению, начну с грустных новостей. Сегодня ушел из жизни наш коллега, наш отделение сотрудник, Миша Филюшин. Прекрасный человек, прекрасный хирург, специалист, молодой, талантливый. Сегодня ушел из жизни. Я прошу, простите, минуты о молчании. Спасибо. Это для нас большая потеря. И о том, о чем я сейчас буду рассказывать, тоже очень большая была роль его, его труда и труда всего нашего коллектива. Сегодня мы поговорим о реконструкции челюстницевой зоны у наших пациентов не в плане методов реконструкции лоскутов и прочее, а в плане принципа выбора варианта реконструкции. Прекрасно вы все знаете, что достаточно запущенные пациенты, около 70% в 3-4 стадии требующие расширенных резекций и реконструктивного пособия. Многие существующие на сегодняшний день классификации, такие как Уркина, такие как Брауна, в принципе, они, конечно, очень хорошо очерчивают и описывают костный дефект, но не описывают комбинированный дефект, потому что изолированного поражения, как правило, костная система онкологических больных достаточно редко бывает. Всегда есть составляющие – мягкотканная, покровная ткань, ротоглотка, язык, дно, полостерта и так далее. И вот это нужно учитывать для выработки объема реконструкции и варианта реконструкции, поэтому мы ввели такие символы для себя, как С – покровная ткань, глотка, основание череп, твердая мозговая оболочка и добавляя их к этой классификации, таким образом мы как бы уточняем составляющие сложного составного дефекта и от этого идет выбор устранения дефекта. Мы разработали для себя категорию орбиты фоциальных дефектов, три категории. Наиболее простая – это первая категория с дефектом утеральной или медиальной стенки орбиты, которую иногда не требуется останавливать. Вторая категория – дефект изолированный любого сочетания нижней стенки орбиты при сохраненном глазном яблоке, то есть когда экзонотрация орбиты не выполняется, здесь восстановление обязательно. И третья категория – сочетанные дефекты с дефектом основания черепа, твердой мозговой оболочки, зачастую, что требует уже обязательного комплексного устранения. То же самое для дефектов, комбинированных одновременно верхней и нижней челюсти, это наиболее сложные дефекты для устранения. Также мы их дифференцируем на сквозные и не сквозные и в зависимости от составляющих дефект тканей. Как это работает? Категория дефектов нижней челюсти. Три анантово-функциональных зоны, из которых состоит дефект. Первая зона – покровные ткани, вторая – челюсть, язык, дно полуострита и третья – это ротоглотка. От комбинации этих зон в дефекте зависит категория. Первая категория – это одна зона, которую можно устранить одним ауторансплантатом. Вторая категория – это либо покровные ткани и челюсть с языком на полустрита, либо с ротоглоткой челюсть-язык. Тут уже зачастую одним трансплантатом устранить дефект сложно. Требуется либо химерный лоскут, либо сложная какая-то модификация, либо два трансплантата. И третья категория – все три анантово-функциональных зоны. Такой дефект никогда невозможно устранить одним ауторансплантатом. Верхняя челюсть. Вот вторая зона – это истинный дефект по брауну, именно костной ткани. Первая антофункциональная зона – это, соответственно, у нас покровные ткани. И основание черепа – это третья зона. То же самое от комбинации, зависит от категории сложности. Один дефект истинный по брауну – это первая категория сложности. Две зоны – вторая, то есть, опять же, два трансплантата либо химерный – один. И обязательная комплексная реконструкция – третья категория. Как это выглядит в клинической практике? Дефект первой категории сложности – изолированный дефект кости нижней челюсти. Да, устраняется одним ауторансплантатом, в данном случае подвздошным гребнем. С хорошим эстетическим результатом функциональным. И здесь все достаточно просто. Может быть использован реберно-мышечный лоскут. Тоже с функциональным неплохим выходом и зубным протезированием. В случае добавления дефекта уже покровных тканей, в данном случае не очень большого, здесь уже необходимы какие-то модификации, в данном случае малоберцового трансплантата. Здесь мы выполнили формирование кожной площадки в виде сапожка с рассечением последующим. Вот по этой линии это пошла площадка наружу, это в полость рта. Таким образом, вот такой модификацией мы устранили этапно, потому что была микроваростома, дефект сквозной второй категории сложности, двенатом функциональной зоны. Это более сложный случай, здесь дефект покровных тканей уже значительный. В связи с этим мы выполнили одновременно ауторасплантацию малоберцового и лучевого лоскутов. Вторая категория сложности, да, опять либо модификация химерная, либо два ауторасплантата, как в данном случае, с послойным устранением дефекта и неплохим эстетическим и функциональным выходом. К сожалению, мы четвертый год не можем уговорить сделать дентальные имплантаты, пациентка отказывается. Третья категория сложности. Все три ауторасплантации зоны – покровная ткань, кость, ротоглотка, язык, сквозной дефект, полностью функционально не способный ни к чему пациент. Здесь комплекс на реконструкции, два трансплантата минимум, перемещенный реберный мышечный лоскут и перемещенный пекторальный лоскут с восстановлением у пациента полноценной функции питания и речи. Дефект верхней челюсти. Первая категория сложности, вторая ауторасплантальная зона. По брауну здесь тоже одним ауторасплантатом мы можем решить задачу реконструкции. Дефект также по брауну третьей д-категории. Тоже можно использовать один лоскут. Добавление того, что необходимо восстановление нижней стенки орбиты, как здесь модификация из наружной компактной пластинки. С помощью такого надлона мы формируем дно орбиты, орбитный отросток верхней челюсти, и, соответственно, полуцерта замыкается этим вариантом. Реконструкция с последующей имплантацией. И пациентка закончила медицинский институт, сейчас работает врачом. Вторая категория сложности – покровные ткани, верхняя челюсть, сквозной дефект. Здесь уже одним трансплантатом можно устранить дефект, но не так это хорошо может получиться. Требуется сложно комбинированный, в данном случае, химерный лоскут с включением зубчатой мышцы, широчайшей мышцы спины и ребра, с закрытием дефекта и полуцерта, и покровных тканей, с восстановлением нижней стенки орбиты из фрагмента теменной кости. Орбитофациальные дефекты, их не всегда требуется устранять. Невозможно, в принципе, эстетически значимо устранить дефект орбиты. И то, о чём говорил профессор Маут, здесь мы тоже используем эпитезы с достаточно неплохим эстетическим результатом. Это предварительная подгонка эпитеза. Поэтому преимущество, конечно, реконструкции просто торокодорзальным лоскутом, которым не нужно восстановление костной стенки орбиты, и аналог – это использование эпитеза, которая эстетически более выгодна. Интересное клиническое наблюдение. Сквозной дефект. Вторая категория сложности. Две зоны. Значит, выполнена трансплантация рёберно-мышечного поликомуса ткани. И потом пациент исчез и через 8 лет пришёл с полным тризмом нижней челюсти. Здесь чем было выполнено двустороннее эндопротезирование височно-ниженочелюстного сустава с индивидуальными титановыми протезами, сделанными в нашей клинике по нашим расчётам. Осталось восстановить открывание рта. После этого был устранён дефект мягкого нёба и твёрдого нёба обтурационным протезом. И эпитезом выполнено уже протезирование орбиты. Таким образом, с использованием трёх методик раздельных мы смогли реабилитировать полноценно этого пациента. Дефект лобной кости, сквозной, 9 лет анамнеза, плосклеточный рак кожи. Значит, здесь комбинированный дефект, основание черепа, твёрдая мозговая оболочка. Здесь комплексная реконструкция с использованием паневротического лоскута скальпа и сальненького трансплантата. К сожалению, у нас через 2 недели был отмечен некроз этого лоскута. Но вот спасло то, что первый лоскут, первый барьер остался жив, и мы смогли уже перемещенные ткани дефект устранить. Ещё одно наблюдение. Рецидив фибросаркомы, четвёртый. После неоднократного лечения в других центрах с разрушением крыла основной кости, деструкцией среднечерепной ямки, пациент поступил к нам в достаточно сохранном соматическом состоянии, поэтому мы решили пойти на эту операцию устранения дефекта. Это дефект третьей категории сложности – покровные ткани верхней челюсти, основания челюсти. То есть здесь только комбинированная реконструкция, одним трансплантатом устранить дефект нельзя. Поэтому мы использовали паневротический лоскут для устранения дефекта основания черепа и вестеральный лоскут и костный для устранения дефектов объёмных, изоляции основания черепа, восстановления полосы рта и лицевого скелета. Это вид пациента сразу непосредственно после операции в желудочных порциях полосы рта. Мы таких операций очень давно уже не делали из-за того, что продуцируется соляная кислота, и это дискомфорт для больного. И в течение месяца выполнено абтуррационное протезирование, и через месяц пациент полностью функционально реабилитированный покинул наш стационар. Эта таблица показывает необходимость именно комплексной реконструкции, то есть о чём мы говорим, что действительно при дефектах первой категории сложности, в принципе, разницы нет в выходе функциональном, как устранять дефект, поэтому в общем-то в комплексной смысла большого нет. Вторая категория сложности уже появляется в статистической значимой разнице, которая наиболее актуальна для нижней челюсти, 33%, а вот комбинированные дефекты 20 и 52, то есть однозначно в пользу того, что наш тезис о комплексной реконструкции, он правомерен. В итоге с таким вот подходом нам удалось реабилитировать 77% пациентов, и что для нас оказалось тоже интересным, что вот при статистическом анализе реабилитации процентного соотношения больных, первая категория позволила реабилитировать дефекты 91% больных, вторая категория 72% и третья 62%. То есть вот такое распределение по анатомно-функциональным зонам и категориям дефекта является прогностическим фактором, благодаря которому мы можем планировать уже заранее исход этой реконструкции и определить именно алгоритм в плане выбора количества трансплантатов и их вариантов. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей Павлович. Интересное сообщение. Сложнейшая группа пациентов. У нас есть время для вопросов. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Значит, разработана специальная шкала. Извините, я извеюсь, повторите, что вы перевели просто вопрос. Вопрос такой, что значит реабилитированный пациент, на основании чего мы говорим о реабилитации пациентов. Да, каким образом мы оцениваем реабилитацию. Разработана шкала на основе существующих европейских шкал, нами, где учитывалось в том числе все социальные аспекты, болевой синдром, возможность питания, речи и каждому принципу присылается определенный балл. И уже на основании суммирования этих баллов, соответственно, пациент попадает в полностью реабилитированный, не реабилитированный или относительно реабилитированный. Там четыре категории и обсчитывается. Да, пожалуйста. Еще вопрос. У меня еще один вопрос. Уважаемый Ангелий Павлович, используете ли вы в некоторых случаях через ротовой доступ для удаления опухоли? Я даю внимание на как раз тот пример со студенткой. Там сохранены покровные ткани, молодая, красивая женщина. Ее можно было, по-моему, вполне удачно прооперировать через ротовый доступ. Так у нее и был трансформированный доступ. Нет, нет, там трансформированный доступ. Когда мы только можем, мы всегда это используем, естественно. И чем дальше, тем чаще. Еще один момент. В прошлом году, если у вас в параназальном синусе или в средине лица, или глаз затрону, я эпистетику обычно делаю. И затем, в качестве второго этапа, я делаю реконструктивную хирургию из-за рецидивирования. Потому что, когда у меня, если у нас эпистетика в открытом поле, то если я закрываю его, так скажем, открытым лоскутом, то тогда может быть рецидив. Вопрос, он правомерен. И здесь мы вообще имеем гораздо больше опций. Это просто тема, доклад посвящен классификации. Мы не рассматриваем все кейсы и стандарты наши. Мы очень широко используем скуловые импланты Зигома. Сейчас. Я привожу. Доклад посвящен только классификации, не всем методам. Мы широко используем, и чем дальше, тем меньше микрохирургическую реконструкцию средней зоны лица. В приоритете эпитезы и скуловые импланты Зигома, которые нам позволяют обеспечить локальный контроль в плане рецидива. И действительно, уже если что, в отсроченном порядке, если мы имеем безрецидивный хороший период, выполнить реконструкцию. Но, естественно, пациенты от нее уже отказываются, потому что им и так хорошо. В этом нет смысла. Поэтому нижняя челюсть и верхняя челюсть – это две большие разницы. Поэтому тактика у нас, она соответствует и вашей. Но, еще раз говорю, это именно доклад посвящен только классификации и алгоритмам выбора. Можно задать вопрос, да? Да, пожалуйста. Такой же вопрос я хотел задавать профессору Мауцу. Когда мы говорим про рак, или про, допустим, плоскороточные, или базилиум волеймей, но когда вы говорили про СССР, скомиссер-карсинома и так далее, здесь вы еще не точно знаете, какой рецидив будет. Вы уже перевезли, и другие ребята, думаю, из Томска, они тоже прибегали к серьезной реконструкционной операции в местах, где особо не нужно, допустим, около орбиты. Там не особо нужно, там закрыть. Можно так оставить. То есть вы возьмете вот такой большой лоскут, и вы, не знаю, по-моему, организм человека, у него не так много мест, где можно забрать вот такие транспланты. Правильно? Вот поэтому, наверняка, это оставить на потом лучшее. Это мое мнение. И он также, да, он задавал такой же вопрос вам, но он также поступил в своей работе, то есть еще не тот, не тот, не знает, там будет рецидив или нет, он уже поставил какой-то трансплант или что-то другое. А потом, когда будет радиация, вот, или вы не переходите на радиотерапию? Я отвечу на первую часть. Значит, орбитальный дефект – это отдельная тема. Я показал слайд, где больная с заплаткой, да, лоскутной и эпитезом. Понятно, что мы сейчас, если нет дефекта основания черепа, к микрохирургии прибегать не будем. Что касается имплантов, например, зигомы, да, зигомы, то есть существуют специальные методы защиты во время одевантно-лучевой терапии. Они разрабатываются и в нашем центре, и в ряде совместно с челюстно-лицевыми хирургами и имплантологами. Это не мешает одевантному АМРТ, да, по-следующему. Естественно, опять же, мы, как хирурги-онкологи, делающие пластику и удаляющие опухоль, мы понимаем прогностические факторы. Например, больному с низкодифференцированной саркомой, G4, мы не будем делать, ну, если нет жизненных показаний, никакой реконструкции вообще какое-то время, да. Если это, допустим, там, как у этой девочки была гантоклеточная опухоль, да, почему нет сразу сделать микрохирургическую реконструкцию, сделать имплант и обеспечить ее высочайшее качество жизни, потому что мы не ожидаем рецидивов. Все дифференцировано, естественно. Можно я тоже подключусь вот в эту дискуссию, потому что у нас тоже в клинике большой опыт есть. Мы в свое время прошли этап, когда мы только занимались эпитезами. Самый большой опыт, наверное, у нас в стране вообще есть по этим эпитезам. Но тогда, конечно, не было таких более продвинутых технологий, когда, да, известно это всем. И здесь должна быть золотая середина, на мой взгляд. То есть нельзя сказать, что всем надо эпитезы делать или всем реконструкцию, как и в любой другой сфере. Мы тоже так же можем говорить, например, профессор Решетов, академик Решетов, я не знаю, здесь сейчас или нет, в свое время отстаивал такую позицию, Андрей Павлович тоже знает это, такую позицию при, например, раке полосерта, когда он говорил, не надо сразу делать реконструкцию. Вот Михаил Алексеевич тогда активно подключался в эту дискуссию. И он оставлял дефект, наблюдал его, такой был подход, наблюдал его, и после отсроченной, если не было рецидива, он восстанавливал дефект. Но мы понимаем, что это все время, вот эти 6 месяцев, человек в каком состоянии находится. То же самое здесь. И при дефектах в верхней челюсти нельзя говорить, что только эпитезы, они идеальны всегда. Нет, они не всегда идеальны. И еще один такой вот довод в эту дискуссию. Например, представьте себе, что при агрессивной опухоли вам нужно облучить больного после операции. Мы оставляем дефект в области средней зоны лица. Получается, что в зону, если это хорошая операция такая по объему, то в зону попадает сразу автоматически крыло, большое крыло основной кости, это значит основание черепа. И тогда в этом месте будет остеорадионекроз с очень высокой вероятностью. То есть мы облучаем ложе. И вот одна из недавних конференций была в Баку, и там как раз американские наши коллеги представляли свои результаты. И они как раз об этом и говорили, что нужно выполнять пластику не только для того, чтобы была реконструкция этой зоны, а для того, чтобы эти ткани могли выдержать ту лучевую радикальную дозу лучевой терапии, которую мы будем давать на это место. Это тоже один из плюсов в момент реконструкции одномоментной. Но понятно, что ни та, ни другая точка зрения не может превалировать. Должен быть баланс определенный. И каждого больного... Вот мы говорим о костных трансплантатах. Вот мое убеждение и многих, что костный трансплантат должен применяться только если вы будете делать импланты. Другого смысла в нем нет. Опорные структуры – это не совсем та же история. Если будет имплант, если больной согласен, если есть финансовая возможность, пожалуйста, делайте трансфер костно-содержащего лоскута. Если этого нет, этого делать не надо. Спокойной прямой мышцы живота, все что угодно, мягкотканная заплаточка, и на этом можно заканчивать. Аптуратор дальше, если что, все решит. Ну, это последний вопрос, да? Первый, не через. Ну, да. Я так понял, да? Потому что если мы говорим в целом... Спасибо. Кстати, Рюра, тут еще надо 5 копеек вставить. Дело в чем. Мы не говорим сейчас о прогнозе течения опухолевого процесса. Если прогноз неблагоприятный, нечего и огород городить. Абсолютно правильно оставить все так, как есть, а с течением времени посмотреть, нужна ли будет реконструкция. А если прогноз благоприятный, то тогда, безусловно, надо пытаться, и если пациент, так сказать, молодого или среднего возраста, то тогда надо, как говорится, заниматься восстановлением качества жизни. И здесь речь идет не только о медицинской реабилитации. Речь должна идти и о социальной реабилитации пациента, возвращается ли он в среду, возвращается ли он к своей профессии. Так сказать, это очень важно. В этой группе больных 32% больных вернулись на прежнее место работы. Это хорошее показание. В общем, сложный вопрос. Понятно, что нужно дифференцированно подходить. Здесь не может быть одного какого-то универсального решения. Продолжение следует... Продолжение следует...